Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Вредина Лайф. Обсудим очередной влог Гогосовой, который называется «Готовимся к Катиному Дере при плюс 35». Ну что, Леночка показывает, как Алиска готовит подарки Кате. И при этом она приговаривает, что якобы лучшие подарки – это сделанные своими руками, всякие там поделки, открытки. И вы знаете, я это поддерживаю. Неважно, как ребенок сделает, лишь бы сделал от души и лишь бы было желание сделать подарки. Причем в таком возрасте, когда ребенок не может еще сам накопить, пусть даже тех сбережений, которые дают родители, и когда не имеют собственных средств – это лучшие подарки. Я всегда это поддерживала. Но у Гогосовой же все наоборот. Алиска рисует, Алиска там лепит, клеит подарки. А потом с мамой Леной идут в магазин, и Алиска от себя хочет купить подарок. Да, за мамины деньги. Ну и мама еще всякого барахла себе наберет, и Алиске заодно прикупит, да, очередную игруху. Значит, Леночка стонет, что такая жара, такая жара. Сейчас, в принципе, практически везде жара. У нас тоже жара, но что-то мы не стонем, да, что жара. Кто как может, тот так и спасается от жары. Ну, Ленка показала, что у нее мокрая башка, и вот якобы она специально ее не сушит, что так якобы легче. Костик там где-то во дворе возится, потом пришел возле Ленки, бухнулся. Включили они хоть от генератора этот дуйчик, как Ленка называет, то есть это типа что-то наподобие вентилятора. И, значит, там у нее монтируется видео, и все никак не смонтируется, да. И Ленка, значит, говорит, что вот все равно надо покупать какую-то станцию, которая будет помогать, да, помогать, чтобы видео можно было побыстрее там смонтировать при отключенном свете, в общем, чтобы как-то справляться с видосами. Ленка, ну так а кто тебе мешает? Кто тебе мешает? Ну, покупай. Кто тебе мешает? Чего ты все время об этом говоришь? То в телеге ты об этом строчишь с намеками, да, то зрителей ты своих малышариков подготавливаешь, что если что-то видео не будут выходить, так часто надо что-то делать. Это твои проблемы. А раз ты сказала, что это твоя работа, ну, значит, да, работай. Работай качественно, чтобы было качество от твоей работы, а не ты будешь провоцировать детей для того, чтобы они тебе деньги кидали, иначе не будет видосиков. А ты к этому так и идешь. И если бы я об этом не говорила, то ты бы дальше топала и большими бы шагами к поберушничеству. Раз у тебя деньги есть на днюхи, заказывать всякие там кафешки, ресторанчики, потом приглашать гостей, ну, и плюс дарить деньги Кате, да, и плюс покупать игрушки безделушки бесконечно, пиццу с плесенью, да, кучу ненужных сладостей вредных на пляж, значит, у тебя и на станцию деньги будут, да. Телевизор ты тоже прикупила. Ты сказала, что в шесть раз меньше стала получать, и тебе очень хочется бассейн. Да слишком много, я смотрю, тебе хочется. А в первую очередь надо думать о работе, да, о Гогосово. И именно о работе, чтобы работа твоя была качественная. Или ты думаешь, ай, для малышариков и так сойдет, лапши на ушки навешаю, да, и тут же, тут же детки начнут скидывать деньги тете Лене. А то же ей не хватает, да, бедной и несчастной, ей не хватает. Всем, значит, хватает, кто живет в Украине в такое сложное время, а Леночке вечно не хватает, и вечно у нее задница хитрая становится, да. Ну, и что дальше? Да, Алиска там рисовала, малевала, клеила, и все время это якобы видео монтировалось, и никак они не могли поехать на речку. Хотелось же поехать искупнуться, якобы только спасаться на речке. Ну, еще надо было съездить по делам, значит, договориться по поводу кафе, где они планировали посидеть, да, отметить в своем кругу Катину Днюху, а потом уже с родней. Ну, и в итоге так они до речки и не доехали, получается, что заехали, договорились с кафе, а потом, да, в магазин, потому что Алиске от себя надо было что-то купить. Но почему-то Ленка купила котика, позволила Алисе купить какого-то котика, которого она сказала что-то сначала папе, потом почему-то не папе, а и Кате. В итоге Алиска схватила котика себе. Он говорит, недорогой, 300 с чем-то там гривен, да. То есть продукты, которые берет Ленка, она постоянно считает, что они дорогие. А котика, пожалуйста, возьми, Алиска, бери. Это недорого, да, недорого. Таких котиков можно штук пять взять, правда, Леночка? А потом встанать в телеге, что нужны деньги на бензин. Да, последний бензин, генератор залили, дети. Все, как я буду монтировать? Вот, фу, вы знаете, прям эмоции у меня зашкаливают. Это же надо, обязательно надо какого-то барахла накупить. И ведь дальше пошла, и ведь дальше пошла и высматривала там, рассматривала, чтобы такого еще можно было прихватить. Ну, неужели это уже такая просто вот болезнь? Она рассказывает, что она планирует своих детей обеспечить от и до, да, то есть квартиры, машины, еще не купила Катьке машину. В квартире у Катьки бордель там, ничего не доделано. В своей квартире тоже там, фиг поймешь, и сбоку бантик. Если честно-таки не поняла, у них, получается, две квартиры. Одна их, одна Катькина или всего одна? Да, потому что я что-то как-то, знаете, уже запуталась со всем этим. Ну, и да, она себе-то не может нормальное будущее обеспечить в своем собственном доме, потому что у нее постоянно на первом месте игрушки и безделушки. Да, всякая ерундистика. А вот чтобы жить комфортно... Леночка, видать, считает, что комфорт – это когда много хлама и много игрушек-безделушек. Да, показалось, что постели заправлены, кошка-котят перетащила, да. Ленка перевернула плед от жары, чтобы теплой стороной он кверху не был. Ленка, у всех жара, никто не стонет, одна ты. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.